Всем привет! Вы на канале Bodybuilding Crush. Ну что, долгожданный обзор на вей протеин от российской компании Primecraft. Получили анализ, закончили тест сами, допили его полностью. Там буквально осталось 2-3 черпачка. Итак, погнали! Значит, вот так вот у нас выглядит сам протеин. Вот такой вот порошочек, не совсем рассыпчатый, но в принципе пойдет. Главное, нас не это беспокоит. Итак, сегодня у нас будет расширенный такой обзор, интересный, так сказать, удовлетворенный. Убовлетворяющий требованиям всех наших зрителей. Погнали! Вей протеин Primecraft. Это у нас сыворочный протеин. Значит, что у нас написано на этикеточке? Европейское качество, ну понятно, сырье европейское, китайское. Сыворочный изолят содержится у нас, и витаминно-минеральный комплекс. При ближайшем рассмотрении, что мы видим? Значит, в составе у нас на самом деле содержится концентрат сыворочного белка. Это самый дешевый. Дальше идет ароматизатор, и дальше идет изолят сывороточного белка. Что это значит? По общему правилу у нас всегда указываются ингредиенты в порядке их убывания. То есть получается на первом месте концентрат, потом идет ароматизатор, а потом изолят. То есть понимаете, что ароматизатор больше, чем изолята сыворочного белка. Что это может означать? Еще давным-давно представители Optium Nutrition мне объясняли, что многие производители специально это делают, чтобы указать на этикетки. Например, из 30 грамм белка добавляют 29 грамм концентрата самого дешевого белка и 1 грамм изолята. И при этом пишут это вот здесь вот на фасаде, что у нас якобы изолят. На самом деле изолята там просто мизер. Сколько здесь, ни один из производителей не раскрывает, сколько какого вида белка. Но здесь скорее всего та же ситуация, раз они ароматизатор поставили на втором месте. Вы представляете? Ароматизатор на втором, а белок на третьем месте. Вот такие вот дела. Поэтому изолята здесь скорее всего мизер. Дальше по поводу витаминно-минеральной смеси. Ну те, кто хоть раз принимал витамины, посмотрев на вот эти вот дозировки, сразу поймут, что это просто ни о чем. То есть витаминно-минеральная смесь, так же как изолят, здесь добавлены просто для, так сказать, красного словца. То есть никакого на вас воздействия эта витаминно-минеральная смесь в таких дозировках, в которых они здесь добавлены, не окажет. Ну то есть просто это пустышка. Дальше еще один момент. Всегда думал, откуда же люди меня спрашивают, что протеин хранится в течение трех дней с момента его вскрытия. Оказывается, это у нас в том числе и Праймкрафт, распространитель такой ерунды. Употребить в течение трех месяцев после того, как продукт вскрыт. Ну естественно, это чушь. Протеин хранится в течение всего его срока годности. Поэтому на это даже можете не обращать внимания. Скорее всего, производитель так пишет, чтобы вы побыстрее выпили его упаковочку и купили следующую. Кстати, по поводу сроков годности здесь они какие-то странные. Он почему-то полтора года. Первый раз такое вижу, что протеин был полтора года всего лишь срок годности. Ну да ладно, это не столь важно. Далее, значит, по поводу мерной ложки. Ну все, кто смотрел наше видео, уже знают, что здесь факап от производителя. Пишут, что в двух мерных ложках 30 грамм, на самом деле в двух мерных ложках 40 грамм. Опять же, сделано для того, чтобы вы побыстрее выпили этот протеин. Итак, ну что, перейдем к саму протеину. Значит, так как у нас это сыворотка, пить его нужно после тренировки, чтобы было быстрое усвоение. Значит, я его принимал по две мерных ложки. То бишь 40 грамм порошка. 40 грамм порошка размешиваю перед тренировкой. Ну так же еще между приемом пищи пил, пробовал с утра, пробовал по-разному. В общем, что можно сказать? Во-первых, по поводу вкуса. У меня вкус был банановый йогурт. Ну, когда я первый раз попробовал, мне показалось, что я пробую протеин Геркулес, который я пробовал лет 15-20 назад. То есть, вот такой вот вкус у него. Но, в принципе, переносить можно. Размешивал с водой, хотя с молочком он будет повкуснее. Молоко у меня просто не усваивается. Что могу сказать по поводу этого? Размешивается он не до конца. Нужно лить больше воды, то есть на две мерных ложки. Но обычно я лью мало воды, потому что сейчас протеин стал такой, что он очень жидкий. Обычно лью 150-200 миллилитров. Здесь же приходилось лить 250-300 миллилитров, потому что размешивается он не очень хорошо. И плюс еще остаются комки, которые в принципе не размешиваются. Но это, скорее всего, проблема в эмульгаторах, которые они здесь добавили, которые обеспечивают равномерность смеси. Ну, в принципе, это не особо важно. Можно, так сказать, перенести. Дальше теперь переходим к самому главному. По поводу результатов. Результаты, как вы понимаете, все зависят от нас. И самое главное у нас это не результативность, не результаты конкретного человека, а анализ на белок. Содержит ли он все-таки белок, потому что результаты могут у всех разниться. Кто-то не занимается, кто-то не ест и так далее. И теперь переходим к самому главному. Ну, значит, официально у нас протокол лабораторных испытаний от Роспотребнадзора. Значит, продукт у нас PrimeCraft. Так, все здесь перечислено. PrimeCraft V-протеин. Итак, смотрим. Самое главное. Массовая доля белка 75%. Производителям заявлено 77%. То есть по белку здесь все хорошо. Также анализ проводил мой коллега с канала Алхимия. У него плюс-минус такие же результаты получились. То есть два разных независимых анализа. Результаты одинаковые в двух разных пачках. Поэтому, что могу сказать. По результату анализа протеин весьма и весьма отличный. То есть это погрешность. Это, в принципе, ерунда. Такая же погрешность получилась у нас и у Макслера. У GoldWay. Итого, что по этому протеину. Значит, хотелось бы еще добавить по его усвоению. Я говорил ранее, что у него отсутствуют пищеварительные ферменты. Несмотря на их отсутствие, протеин очень и очень хорошо усваивался. То есть никаких проблем с ним не было. Ни с пищеварением, ни с газообразованием. Ну, вообще ни с чем. То есть пился весьма и весьма хорошо. Что, в принципе, меня удивило. Я думал, что из-за отсутствия пищеварительных ферментов. И, скорее всего, здесь много лактозы. Просто с горшка не буду слазить. Но прям было все классно. То есть с этой точки зрения проблем не было. Дальше по поводу его употребления. У нас, учитывая 75% белка, получается очень простое употребление. Учитывая, что мы замеряли мерную ложку и в ней оказалось 20 грамм. Пьем по 2 мерных ложки. Получается 40 грамм порошка. Или умножаем на 75% в 30 грамм чистого протеина. То есть все здесь очень просто. Кидаете себе 2 мерных ложки, 40 грамм порошка или 30 грамм чистого белка. Собственно говоря, я его так и пил. По 2 мерных ложки. Итого, что можно сказать по этому протеину. Если на него цена хорошая. А купил я его, кстати, очень дешево. Цена на него была 1490 рублей. Вот за этот пакетик 900 грамм. Я знаю, что такую цену найти сложно. Я нашел буквально в местном магазине спортивного питания. Если цена на него нормальная, то стоит брать. По белку здесь все хорошо, усваивается хорошо. Все нормально. Если же цена на него приближается к цене импорта. Или хотя бы к цене Макслера. То стоит, конечно, выбрать Макслер. Потому что там все-таки пищеварительные ферменты. И пьется он лучше. И вкус лучше. Ну, все-таки Макслер все равно получше этого белка. Поэтому отталкивайтесь, собственно, от цены этого протеина. А так протеин неплохой. Вот и все. Думаю, обзор был полезен. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Дальше будет еще интереснее. Всем пока.